В далеком 1952 году в парке Изумрудный соорудили пруд. Он стал визитной карточкой этого парка и одно время здесь даже работал фонтан. Но после за водоемом мало кто следил и после того, как три года назад началась реконструкция парка, водоем обновили. И теперь летом здесь катается на катамаранах и кормят рыбок, ну а зимой катается на коньках. В момент реконструкции парка многие спрашивали, будет ли зимой каток. В том году его залили в тестовом режиме, а уже в этом лед готов встречать посетителей. Допустимая толщина льда, который заливали около двух дней, для катания должна быть не менее 25 сантиметров. На этом пруду чуть больше 40. Готовы и удобства для посетителей. Пункт проката, там порядка 100 пар коньков всех размеров, а также теплая раздевалка и кафе. Плюс мы параллельно постарались здесь создать атмосферу. То есть у нас сейчас иллюминация здесь добавляется, музыка играет, освещение сделано здесь также на катке. Поэтому, когда вот у нас тут все заработает, плюс еще в ближайшее время планируем поставить очаг с огнем, где можно будет погреться. Администрация парка позаботилась и о рыбках каток, огородили до моста. А за ним, можно сказать, зимний дом для рыб. Для того, чтобы она сохранилась, мы в другой части пруда, за мостом, потому что мы специально планируем так, чтобы прудом можно было пользоваться частью пруда как катком. А вот за мостом, там мы настоятельно рекомендуем на лед не выходить. Там у нас сделана полынья, стоит аэратор и насыщают воду кислородом для того, чтобы уже рыбы могли нормально перезимовать. Парковый каток – единственный централизованный каток на водоеме в Барнауле. И в этом, по словам администрации парка, заключается свой шарм. Некоторые барнаульцы уже опробовали лед и в социальных сетях уже появляются первые фотографии. Официальное открытие катка состоится в субботу, 23 декабря в 13.00. Гостей ждет развлекательная программа, показательные выступления спортсменов и фотосессия с четвероногими. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.